Они сражались за Родину. Они выполнили свой долг перед отчизной. За мирное небо над головой, сегодня мы в долгу перед ними. Они порой нуждаются не только в добром слове. Ветеранам войны необходима наша помощь и поддержка. Средства, собранные во время благотворительного марафона «Память сердца», предназначены именно для этого. Главным образом это квартирный вопрос ремонт, потому что не все ветераны Великой Отечественной войны получили новое жилье. 2014 год подготовки к 70-летию Великой Победы. Многое надо успеть. Отреставрировать мемориальный комплекс «Вечная слава», обеспечить всех ветеранов войны и тыла новыми квартирами. С каждым годом людей, ковавших победу, остается все меньше. И цифры это доказывают. У нас в городе проживают 3341 ветеран. Из них 144 участника войны. Вот ежегодно у нас проводятся мероприятия, День Победы. Это наш общий праздник. Это праздник гордости за наш народ, за нашу страну. В этом году в Бугульме открыли специальный счет победа. Перед организациями города поставлена выполнимая задача – перечислить однодневный заработок. БЭС, Исполнительный комитет района, Бугульма нефтепродукт, ЦРБ, Центр занятости сразу отозвались на это благое дело. Общими усилиями на счет победы собрано около 2 миллионов рублей. А в Бугульминский фонд социальной поддержки населения «Милосердие» – более 110 тысяч рублей. Я к своим сотрудникам обратилась, сказала, говорю, такой марафон проводится. Все согласились. Сколько смогли, столько дали. Привезла всю сумму. Сколько привезли? Тысяча тысяча пятьдесят. Благотворительный марафон длился два часа. Столько же и отборочный тур республиканского конкурса «Балкыш сияние» среди пожилых людей. Ветераны в основном исполняли песни военных лет, читали стихи великих поэтов. Жюри отбирало победителей по семи номинациям. Итоги отборочного тура по Бугульминскому району станут известны позже.